Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antelife.com.e Сегодня поговорим о таком смартфоне, как THL V200C Вы, наверное, сразу подумали, что это модель V200S Нет, эта модель называется THL V200C Здесь немножко другие технические характеристики Значит, не так давно наш производитель сказал, что модель THL V200S Сняли с производства и вместо нее вышла более бюджетная, более упрощенная модель V200C Вот она сейчас перед вами Давайте рассмотрим заводской комплект и перейдем непосредственно к нашему устройству В комплекте, как всегда, оригинальный бампер Оригинальная пленка Одна наклеена на экране, вторая в комплекте Зарядка, USB кабель и гарнитура Что же из себя представляет данная модель? Чем она отличается и для какого сегмента покупателей эта модель? Давайте разбираться Во-первых, внешний вид тот же самый, какой и был раньше Здесь 5-дюймовый дисплей Здесь HD разрешение экрана Здесь 13-мегапиксельная камера фронтальная с интерполяцией Динамик, датчики приближения, датчики освещения И также есть индикатор пропущенных звонков Снизу у нас 3 сенсорных кнопки Они немножко подсвечиваются Сейчас это будет практически не видно Но я постараюсь вам это продемонстрировать И вот я их сейчас потушу В общем, еле-еле они подсвечиваются С этой грани у нас качелька громкости Вверх-вниз, сверху разъем под наушники И разъем для зарядки С этой грани это кнопка включения-выключения Снизу у нас защёлка для того, чтобы можно было открыть крышку Собственно, задняя крышка Задняя крышка из пластика Пластик такой неплохого качества 13-мегапиксельная камера основная Тоже с интерполяцией И есть автофокус Логотип THL И теперь давайте посмотрим, что под крышкой Здесь всё стандартно Всё так же самое, как у стандартного обычного THL V200S Здесь две больших стандартных симки Слот под карточку microSD И что меня порадовало, что аккумулятор такой же остался Не уменьшили они его, не поставили они на 1800 Здесь 2000 Модель THL V200C По внешнему виду Это тот же THL V200S Никаких отличий нет Аккумулятор такой же Все датчики, все кнопочки Всё полностью соответствует Давайте посмотрим, в чём же основное отличие этого смартфона Через программку Antutu В этой программе мы сможем посмотреть техническую составляющую этого смартфона Правдивую техническую составляющую И давайте смотреть, сколько же баллов набирает в пятом Antutu Эта модель Набирает она 28000 Полноценный V200S набирает приблизительно около 30 Итак, в чём основное отличие? Здесь 8-ядерный MTK6592 процессор Но частота его работы, она несколько уменьшена То есть, грубо говоря, если там 1.7 ГГц, то здесь 1.4 13-мегапиксельная камера основная 13-мегапиксельная камера фронтальная Здесь HD разрешение экрана По поводу памяти Здесь гиг-оперативки, точно так же, как и там И здесь 8 ГБ встроенной памяти У меня также стоит сейчас карточка на 16 То есть, ещё отличие по памяти Во всём остальном всё то же самое Например, мультитач можно проверить в программке Antutu Tester Здесь 10-точечный мультитач И датчики, которые есть у смартфона, можно проверить через Z-Device Test Хочу сразу же сказать, что OTG-разъём у смартфона работает Можно подключать мышку, флешку, клавиатуру Есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас Датчик приближения, датчик освещения Вспышка довольно-таки неплохая Нет NFC и нет гироскопа Не путайте с акселерометром Касательно прошивки Прошивка полностью на русском языке Китайского софта вы здесь не увидите Вот такая вот версия прошивки Здесь, в принципе, вся основная информация О телефоне представлена Это гиг-оперативки, 8 встроенных 1.4 процессор 4.2.2 Android, ну и само, собственно, название Модели THL-V200C По прошивке ничего особенного Здесь нет Все на русском языке В меню все тоже на русском Рабочие столы отлично перелистываются Ничего не глючит, не тупят Теперь по поводу дисплея По поводу экрана Экран здесь такой же самый, как и был Здесь HD-разрешение Матрица мне нравится В принципе, все очень достойно выполнено По картинкам можно посмотреть углы обзора Например, попугай разноцветный По диагонали немножко картинка Темный фон светлеет, как и на многочисленных смартфонах Звук полностью идентичный, как был и у V200S То есть, разговорный звук Микрофон-динамик во время разговора Хорошие В наушниках звук слабенький Внешний звук мне, в принципе, нравится Ничего здесь особенного нет Ну и неплохой он абсолютно Довольно-таки громкий Теперь, что касается производительности Все-таки здесь изменился процессор MTK6592, четырехъядерный Но частота его 1,4 ГГц Давайте смотреть в игрушках, что он покажет Максимальная графика у меня установлена Ну и я могу сказать, что игра, в принципе, нормально воспроизводится Но несколько она идет рывками Предполагаю, что если снизить немножко настройки То можно будет довольно-таки неплохо Играть без особых проблем В общем, что можно сказать по играм Из-за того, что снизил производитель частоту процессора Работы процессора в играх Заметны немножко небольшие подлагивания Но, в принципе, если немного снизить настройки, графики То все будет довольно-таки нормально Тесты аккумулятора Я обязательно, как всегда, тестирую аккумулятор 2000 аккумулятор здесь И тут никаких проблем с этим нет Показал он хорошие результаты Во-первых, результат во время игры Воспроизведения игры Вот со 100% до 0 2 часа 20 минут Максимальная яркость Что можно здесь отметить? Что на последних процентах После 15% Аккумулятор довольно-таки быстро садится То есть диаграмма разряда Вот здесь примерно вот такая Ну и результат в Antutu тестере У меня показал 4500 Это довольно-таки неплохой результат Вот видите, это лучше, чем у Nexus 5 И это наравне с Xiaomi Mi 3 И, в принципе, это довольно-таки средний результат Но этот результат выше, чем, например, у THL V200S Далее переходим к GPS спутникам Спутники ловят смартфон отлично Довольно-таки быстро Первый старт у меня был сделан секунд за 15 То есть с Wi-Fi, с EPU-картами прогруженными С GPS-ом тоже все отлично Камера этой модели заявлена немного ниже Чем, например, у V200S То есть она заявлена такая, как у обычного V200 То есть 8 мегапикселей Но я вам хочу сказать, что и качество фото И качество видео очень крутое в этом смартфоне Я бы сказал, что на уровне, как у V200S Вспышка отличная В принципе, какие-то близкие объекты Сфоткать вообще без проблем Лист А4 Тут и говорить не о чем Макросъемка Все очень четко и детализировано Меня очень порадовала видеосъемка Обязательно залью вам этот ролик отдельно Но что бы я хотел отметить сейчас Это я хочу вам продемонстрировать Просто для обзора Какой зум у этой модели Это меня действительно удивило Вот смотрите Видны все буквы Ну, расстояние, не знаю, сколько тут метров Но довольно-таки много Обычно телефон с таким зумом не справляется И все очень-очень размыто То есть по камере однозначно нареканий у меня никаких нет Камера мне очень понравилась В принципе, все Давайте подводить итог Что это за модель Зачем производитель выпустил ее Выпустил за тем, что V200S был снят с производства Не знаю, по каким причинам Эта модель называется THL V200C Она стоит приблизительно на 20 долларов меньше Что в ней хуже, чем у V200S В ней хуже процессор Процессор здесь немного с уменьшенной частотой работы 1.4 ГГц У полноценного V200S Процессор с частотой 1.7 И здесь меньше встроенной памяти Здесь 8 ГБ Сейчас, кстати, расскажу еще и об этом вам Во всем остальном этот смартфон полностью такой же Аккумулятор такой же И аккумулятор будет держать у вас даже лучше За счет того, что процессор все-таки немножко слабее По поводу карты, памяти, ее работы и памяти в целом Здесь у меня стоит карточка памяти на 16 ГБ И своей памяти 8 ГБ Обращаю ваше внимание на то, что На SD-карту здесь не будут ставиться приложения и программы Но для этих целей у вас есть целых 4-28 ГБ То есть этого размера будет вполне хватать На то, чтобы с PlayMarket закачать 3-4 больших таких крупных игрушки И с удовольствием в них поиграть Всю музыку, всю, допустим, фильмы, какие-то программки Все это вы сможете записывать на карту памяти Не считаю, что это недостаток для данного устройства Потому что 4,28 ГБ для скачивания 3-4 игр Этого вполне достаточно Это не 2 ГБ, когда вы можете скачать 1 Asphalt 8 И пару приложений вокруг него Вот, на этом в принципе все Вот такой вот смартфон получился Теперь только эта модель будет в продаже Как только допродаем V200S Будет в продаже V200C Комплект такой же Внешний вид такой же Технические характеристики практически такие же А цена ниже На этом все Спасибо за внимание Всего доброго вам Подписываемся, ставим лайки Спасибо, всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok